Я не думал, что я начну свою карьеру ресторанного критика Сухбэйка. Выглядит плохо, на вкус невкусно. Как ты это глотаешь. Но в целом вкусно. Да, сейчас подпишись еще что-то. А теперь фокусы. Привет, друзья. Вы на канале Genetics, с вами я, Руслан Халецкий. И сегодня у меня не то же новая рубрика, но возможно, что-то она и вырастет. Это Unboxing of Soviet Russian Army сухпайок. В общем, ребят, сухпайок российской армии. Написано здесь не для продажи. Мы его купили. Ну, вот так бывает, да? Вот так вот выглядит сухой пайок. Здесь, так понимаю, я дневной рацион индивидуального питания, сделанный по техническим условиям, не по ГОСТу. Такая увесистая коробка. Ну, не то, что она весит примерно 2 килограмма. Тут написано, что она весит 2 килограмма 100 грамм. Бэжу я сейчас покажу. Скажу свое мнение касательно бэжу этого продукта. Уже на первый взгляд мне бросается в глаза странное немножко распределение по белкам, жирам и углеводам. Конечно, понимаю, что экономия должна быть экономной. У нас здесь на сутки, так понимаю, на взрослого мужчину с высокой физической нагрузкой, а воевать это вам не вот тут балакать. Тут всего, грубо говоря, 110 грамм белка на мужчину, 300, порядка 300 грамм жиров в сутки и порядка 420 грамм углеводов. Что я вижу? По белкам. Есть минимальное потребление белка по версии Всемирной ассоциации здравоохранения, которую должен потреблять мужчина в пищу. Так вот, это 1 грамм. 1 грамм это минимум. Это без физических нагрузок для простого человека, офисного сотрудника. То есть по белку здесь уже прям мимо на 100%. И друзья, товарищи, диетологи, нутрициологи армии России, внизу есть ссылочка на меня. Давайте, напишите. Кем вы, естественно, не посмотрите? И вам всем фиолетово. Но все же, если есть люди небезразличные, давайте поговорим о том, сколько белка стоит есть мужчине с высокой физической нагрузкой, также умственной и стрессовой. Далее, жиры. Порядка 300 грамм. Понимаю, что должна быть высокая калорийность. Тут у нас порядка 5000 калорий получается суточных. Но я сомневаюсь, что у нас тут есть омега-3 в составе, хоть где-нибудь. Хотя если там сейчас будут внутри капсулы с рыбьим жиром, я просто скажу, что вы красавчики капитальные. Вот, а что по жирам? Тут очень много жира. Плюс я беспокоюсь о качестве этих жиров. Что будут, скорее всего, все насыщенные. Далее, углеводы. Ну, 400 грамм. Плюс тут все нормально. Углеводы у меня претензий нет. Даже если все углеводы будут чистый сахар, вы знаете мое мнение. Если у вас нет проблем с поджелудочной железой, у вас нет сахарного диабета, углеводы это просто энергия. И мало важно, из чего вы их получаете. Единственный вопрос, это пищевая плотность. Вы меньше наедаетесь с сахара, грубо говоря. И больше наедаетесь с гречки, потому что она более объемная и насыщает вас. А в остальном энергия есть энергия. Что ж, погнали. Итак, ребят, смотрите, есть такая штучка для пальца. Видимо, нужно потянуть с нее. Так, вытягиваем. Опа! Ха! Вот такая карабашка. Вкусно пахнет внутри. Действительно. Хо-хо! Ну что, поехали. Концентрат сухой, натуральный, быстро растворимый. Персик. Предлагаю его заменить в будущем на БЦАшки. Состав у нас сахар, пектин, лимонная кислота, сухой концентрат сока персика, натуральный ароматизатор персик. Что-то у меня есть сомнения, потому что если натуральный ароматизатор, не может быть указан в срок годности продукта в два года. Вот. Поэтому это уже с нарушением указан в срок годности. Таким он быть не может. Так, дальше тут у нас есть пищевой краситель бета-каротин, витамин С и витаминный минеральный премикс из витамин ПП. Это у нас никотиновая кислота, В5, В6, В9. Подборка такая своеобразная. Ну ладно, минералов нет никаких. Ну, в общем, такой сухой, норастворимый напиток. Я думаю, он даже вкусный. Попробуем, мы это все попробуем. Погнали дальше. Это у нас концентрат сухой, быстрорастворимый, вишневый. Подозреваю, что тут у нас то же самое по составу, только ароматизатор вишневый. Таблеточки. Так. Ну, смотрите. Дезинфицирующее средство для обеззараживания воды. Аквабриз-2. То, что я и предпоминал из детства. Таблеточки такие маленькие-масенькие таблеточки, видите? Вот. И тут у нас такая таблетка содержит 3,6 мг натрия. Дихлоризацианурата. Эквивалентного 2 мг активного хлора на 1 литр воды. Ну, поехали дальше. Тут у нас есть паштет нежный. Паштет. Есть паштет нежный, а есть паштет печеночный. От компании, неважно какой. Массовая доля жира 30%. Ну, давайте по составу пробежимся. Что у нас тут? Комбинат по производству пищевых продуктов. Печень свиная, мозги говяжьи, мясо птицы, жир свиной, шпик, вода, крахмал, лук, соль, сахар, перец, орех мускатный, корица, гвоздика. Ну, приятно, что без консервантов всяких. Вот. Сроки годности также пробиты. Тут вообще срок годности. С 2018 года по 2021. Так что два у нас паштета содержатся в рационе. А вот это вот очень важно. Жевательная резинка. Жевательная резинка. Ну, мало ли, правильно. И еще нужен дизорант Акс, чтобы ты закинулся двумя орбитами, остановил самолет, попшикал с Аксом и просто все от тебя в восторге. Ну, просто жевательная резинка. Думаю, с ней ничего особенного нет. Ложки. Пластиковые в количестве трех штук. На три приема пищи, видимо, что вы кушаете от чистой. Напиток сухой концентрат. Малина. Повидло яблочное. Привет, мистеру яблочное пюре отдельный. Привет, как дела? Так, теперь. Сахарный песок. Я говорил углеводы набирать, можно чем угодно. Тут целых три пакета таких увесистых. По 20 грамм сахара. Шоколад. Офицерский. И что важно, он сделан по ГОСТу. 30 грамм. Шоколад горький. Салфеточки. Вот. Напоминают нам о том, что мы все-таки открыли армейский сухпайок. Хотя бы они камуфляжные. Вот. Так. Пюре из яблок. Сейчас Костян уже приходил. Он очень хочет прийти попробовать себе. Он голодный. Потому что мы не только это все разберем. Мы попробуем. Рагу из овощей. Ну, помялось немножко. Ничего страшного, я сейчас поправлю. Я теперь полностью осведомлен о ценах. Ребят, это свеженький. Свежий срок годности. 400 рублей. А срок годности, который выходит, по 350 отдают. 5000 калорий. Какой grow food. Едем на оптовую базу армии России. Покупаем сухпайок, который не для продажи. Чем что-то мне кажется, что это не министерство обороны продает. А какой-нибудь такой хитрый прапорщик. Напиздил и продает, негодяй. Вот. Ладно. Галеты, ребят. Галеты армейские. Из муки пшеничной. Обойной. И из муки пшеничной первого сорта. Ну, у нас... Четыре пачки галет. Хорошо. Я крупные коробочки оставлю на потом. В конце скажу вам, что это. Шпик соленый консервированный. Так, шпик, насколько я понимаю, это сало. Сало консервированное, мягкое, соленое. Короче, энергией наши бойцы будут не обделены. Они могут есть очень много жира, и от этого быть энергичными. Вот. Спички. Очень интересные спички. Не знаю, может быть, кто-то вас не видел. Это спички водо- и ветроустойчивости. Сыр плавленый, консервный, стерилизованный. Тоже, думаю, весьма жирненький продукт. Перец черный молотый. Соль поваренная, пищевая. Пять грамм. Кстати, по-любому тут по соли уже тотальная жесть, ребята. Это не нужно. Тут все продукты содержат. Соль это консервы, консерванты. Соли очень много. И тут еще пять грамм. Это уже будет серьезный сбыток соли для организма. И я думаю, это все-таки лишнее. А, содержание микро-макроэлементов даже есть. Мы их сейчас отдельно подснимем. Кто захочет, посмотрит на стоп-кадрах. Не указали количество соли. Хотя это тоже немаловажно. И это серьезная поваренная соль, очень вечно поверяющая серьезному здоровью. Здесь этого нет. Тут комплектация. Сколько чего. Можно при желании это посмотреть. Кофе. Кофе быстрорастворимый, гранулированный. Чай королевский слон, индийский. Тоже гранулированный. То есть никаких пакетиков, получается, нет. Просто сублимированный сухой чай насыпал, он уже сразу растворился. Это хорошо, это удобно. Это молодцы. Дальше. Таблеточка. Таблеточка. Поливитаминный минеральный комплекс. Вот так вот. Здорово. Знаете, сразу витаминка на один день. Сливки сухие. Кто любит кофе со сливками, это молодцы. А смотрите, о чем я говорил. Это разогреватель. Он называется разогреватель портативный. РП-3. Это вот сухой спирт, таблетки вот такие. Итак, у нас с вами есть гуляш говяжий с томатным соусом, мясо с зеленым горошком и морковью, и каша гречневая с говядиной. На паузу нажимаем. Сейчас. Ребят, и пишем, когда что нужно скушать. По вашему мнению. А я скажу, как бы я распределил. А кашу гречневую я бы съел с утра. Вот. Тут у нас такая она прям калорийная. 300 калорий на 100 грамм. Тут 250 грамм, она увесистая. Я бы съел сначала кашу гречневую. На самом деле тут не принципиально, но я бы распределся вот таким мясо с горошком и морковью на обед. И ужин на ужин гуляш говяжий с томатным соусом. По пачечке галет с каждым приемом пищи. По пакетику сахара. Компотик с сахаром. Тут можно еще паштетика намазать на галету. И, в общем-то, потом взять салфеточки, вытереть рот и сказать, что... Бон аппетит, друзья мои! Вот мы и разобрали с вами весь сухой паек. Сейчас мы позовем костяна и будем пробовать все это дело. Сейчас предлагаю вам тоже взять себе чем-то перекусить. И уже вместе мы будем обедать. Вот, еще спасибо. Ребят, специально для вас рискую своим здоровьем. Водичку мы взяли просто из-под крана. И мы используем таблетку. Таблетку Аквабриз, дезинфицирующую. Надеюсь, нам не будет плохо после нее. Возможно... Я надеюсь, что после нее будет очень хорошо. Таких таблеток здесь нет. Может быть. Она не растворяется нифига. Значит, ставим таймер, сколько нам потребуется времени в условиях отсутствия военной действий, чтобы мы перекусили. Ребят, все, врубаю таймер. Ну, где-то минуты две мы открывали таблетку для дезинфекции воды и чтобы ее растворить. Она еще даже не растворилась. Кстати, все познакомьтесь. Константин Сергеевич. Здравствуйте. Мой коллега. Коллега. Как и мой коллега, да. В общем, тебя задача сделать нам плиту. Сколько нужно качков, чтобы разжечь? Огонь. Кто знает шутку про перевернутую табуретку, напишите ответ на нее. О, корит. Корит. Это все дневной рацион качка на массе. И три порции протеина. И будет норм. В составе у нас жир говяжий. Говядина. Я предлагаю тебе гасить с еще галеткой. Углеводики. Здесь галета обычная. Просто галеты. Нормально. Максимально чистая вода. Беззараженная. А, вот. Я хочу персик или малину взять. Линия отрыва, естественно, есть. Нет, шучу. Нету есть. Ее оторвал-то. Просто, ребята, это чистый сахар. Тут калории просто в одном стакане уже. Ваш обед в этом стакане. Мои дорогие друзья на диете. Картян голодный, мне очень пофигу, когда и что жрать. Ну, гречка должна быть ништяк, мне кажется. Да, нормально очень. Практически ужин подсвечать. Мясо с зеленой гармошкой. С зеленой гармошкой? Да. Мясо. Браганая, на самом деле, обиды в самолетах. Это неплохо. Кстати, некорная компания, нужно поучиться, чтобы даже хотя бы такую штуку не выдавали. В общем, по гречке. Отзыв. Гречка удобная. Мяса мало, но хорошо. Жира много. Я не думал, что я начну свою карьеру ресторанного критика с сухоманька. Варя, чего пробовать тоже? Я еще не пробовал. Ну и жадный. Вот такого не берите бойца с собой, он жадный. Блин, барен. Говядина вкусно. Говядина. Говядина, томатная паста. Говядинка вообще потрясающе просто. Слушайте, говядинка вообще такая. Прям кусковая. Лучшая тушенка, которую я когда-ли бы пробовал. За говядину прям пятерка. Теперь овощи. Проверим наш теорию. Тоже говядина. Но это невкусно, ребят. Лучше бы блин. На вкус все отдает горошкам. Выглядит плохо, на вкус невкусно. Так, дальше поехали. У нас есть много галет и всего, что можно намазывать. Смотри. А мы тем временем уже 17 минут. Еще даже не все попробовали. Предлагаю заварить. Ты любишь кофе, Костян? Держи тебе кофе. Что ты угораешь? Я люблю не такое кофе. Давай-ка не выебывайся тут, блядь. Не, не спорю. Все нормально, да. У Костяна элитный кофе. Сорт арабика. Возможно, это как называется. Люфи или как называется. Которые из какашек делают. Да вряд ли. Так. Для тебя есть слухие сливки, кстати. Блин, это очень крупно, на самом деле. Ну, реально классно. В принципе, вот то, что ты насыпал сюда одного из каких-нибудь российских конкурентов протеин. Сливки сухие. Так. Да, нормальный кофе в одном вообще все. Ну? Есть шоколадка? Офицерская. А если мы не офицеры, можно есть с шоколадкой? Да. Если ее распаковать, она будет уже не офицерская. Вкусный шоколад. Надо тебе нежный и печеный шлем. Почему он всю еду хватает, блядь? Вот она в этой жизни в общаге у человека. Ну, не скажу, что это вкусно. Но это все удобно. Особую дубую пикантность придают мозги коровьи. Осталось здесь печень, свиная, мозги говяжьи, мясо птицы, жир свиной, шпик, вода, крахмал, укрепчатый соль, сахар, перец, черный молотый. Ну, печеночный чуть больше печенка дает. Это просто рагу из овощей. Стян. Какой красивый. Красивой жерейный рагу. Ну, он вкусный, знаешь, как это? Да, знаешь. Как кабачковая икра. Да, да, наверное. Вкусно? Реально? Блин, это лечо. Ну, да, в магазине продается. Перца немножко многовато. Но в целом вкусно. Да, еще потрясаю еще что-то. Шпик соленый, консервированный. Я даже не знаю, что это. Выглядит крайне херово. Шкура свиная лежит, я вижу. Ну, мы должны попробовать. В смысле, я, да, то есть мы должны. Ну, ты как бы попробуешь и расскажешь мне. Сними с этой стороны, как он это жрет. Еще раз, на костяной седу порцию сесть. Вообще, подождите. Тяжело, да, идет? Блядь, это вообще ад. Пересоленная жирная кожа. Зачем они ее пересолили-то? Я думаю, это что-то отбойную сигарету. Ребят, ребят. Для вас. Это кусочек за вас. Как ты это глотаешь? Фу, блядь. Мне, кажется, глаза просто резились немного. Это такая дрянь. Ладно. Что у нас еще есть? У нас есть два вида повидла. Сейчас будет нормально. Костя, не терпи. Держи это в себе. Я немножко взрываюсь. Мистер яблочное пюре. Нет, Костя, ты не сжираешь это один. Почему нет? Потому что ты вечно сжираешь. У меня не было установок. Ну, яблочное пюре вкусное. Полезное. Чтобы вы понимали, уже 31 минуту мы пытаемся употребить все это в пищу. Я думаю, это очень вкусно с гареткой. Должно быть максимально вкусно. Лучше бы они ставили два пюре. Ну, тоже съедобно. Продолжим наше знакомство с этим пайком. Осталось у нас сыр плавленый, консервный, стерилизованный. Жира 24 грамма, белка 16, углеводов 2,3. Срок годности 24 месяца, 300 калорий на 100 грамм. Хранится он у нас где угодно, в принципе, написано. После вскрытия хранится не более 3-х суток. Как? Нет такой еды, которая может храниться 3-х суток после вскрытия. Ну, запечатано аккуратненько. Выглядит. Пахнет сырными корками. Здесь 100 грамм. А, чистый жир 900 калорий, наверное, да? Ну, 816. Ну, невкусный для сыра. Но после шпика все божественно. Ммм, а это шпик с сахаром смешать. Эта тема для нашего следующего ролика. Ну, нормальный сыр. Абсолютно. В общем, ребят, если вам понравилось такого формата съемка, ставьте плюс, напишите, что съесть в следующий раз. Я, в принципе, люблю вкусную еду, а Костян жрет любых личинок, сверчков, в принципе, шпик, любую дрянь. А я напишу внизу его карточку Сбербанка. Скидывайте деньгами, и он сожрет какую-нибудь гадость. Ну, что, занял у нас весь наш прием пищи порядка 40 минут. На самом деле, еда разогревалась довольно-таки долго. Не скажу, что все прям дико удобно сделано, эти баночки, если ты не даешь до конца порцию ее не оставить, не убрать. Ну, это все неважно. Кроме шпика, все было довольно-таки потребно, кое-что даже вкусно. Я вообще предлагаю добавить в рацион сухого пайка побольше белка. Опять же, Великолепно обороны готово для вас разработать. В картовых пакетиках, в саше пакетах смесь белков, жиров и углеводов вкусных, богатых белком, витаминными, минералами. Полноценный, хороший прием пищи, даже еще с пищевыми волокнами и с пробиотиками для улучшения пищеварения. Это будет стоить, я думаю, недорого в рамках той пищевой ценности, которая будет в этом продукте. И это действительно будет вещь интересная, максимально полезная и нужная. Потому что, ну, давайте так, реальной пищевой ценности и биологической ценности в этой еде почти нет. Тут одно сало, сахар, все. Сало и сахар. Ну, даже вот эти ваши концентраты сухие напитки можно сделать более полезными. Их можно сделать в виде изотонических напитков с нормальным сочетанием солей, потому что это немаловажно. Но мы должны понимать, что это не только кто-то в каптерке будет есть. Реально ребята воюют и, ну, они заслужили питаться адекватно, адекватной пищей. А не просто пустыми, тупыми весьма калориями. А теперь фокусы. Что за фигня? Можно я такой же фокус сделаю? Подожди, они в детстве горели под водой. А, они... Ну, подождите, жди, жди, до белого жди. Ботового? Подожди, вот теперь давай, пробуй. О, горит под водой. Сейчас в комментариях будет, Костя, выпей, Костя, выпей. Костя, Костя, выпьет. Ребята, ребят, 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 ребят. Ребят, если будет 10 тысяч просмотров на ролике, стаканчик мы этот отставим, Костя, выпьет. Вы обеззараживающие таблетки, мы вообще теперь ничего не ставим. Я Руслан, 29 лет, владелец нескольких бизнесов. Было очень прикольно пузырьки с дымом лопать. Короче, не знаю, что придумать. Если будет 20 тысяч просмотров, то мы купим очень много фейерверков и одновременно их взорвем. Прям до хрена. Можно только не во мне. Ребят, кто напишет самый прикольный комментарий, у которого будет больше всего лайков, поэтому друг друга поддержите, почитайте. Тому мы отправим точно такой же набор сухого пайка. Ну и, конечно же, еще баночку будет Саши в генетика. Чтобы не было грустно. Чтобы было чем запить этот волшебный, потрясающий свиной шпик. Мы просто иначе это будем не съесть. Пишите комменты. Самый прикольный. Не подхалимный, а прикольный. Потому что будете сами его оценивать. Ставьте лайки друг другу. Тот человек получит от нас подарок. Видео такого сухого пайка. Все, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, делайте репост и всем пиз. Смотрите дальше уже более такой интеллектуальный контент. Скоро выйдут ответы на ваши вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok